Добро пожаловать на наш канал! Здравствуйте! Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день! Здравствуйте! И с нами по скайпу Елена Константиновна Климова, практикующий психолог, доцент, кандидат психологических наук, руководитель психологического центра «Успех». Елена Константиновна, добрый день! Здравствуйте! И чуть позже к нам присоединится Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России, Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Евгений Юрьевич, с Вашего позволения, начнем с Вас. На Совете Безопасности даже не так давно под председательством Путина начали обсуждать тему подростковой преступности, подросткового насилия. 30 лет не прошло или даже прошло. Как заметили, что сейчас происходит в наших школах? На Ваш взгляд, как преподавателя с большим стажем, меняется ли характер школьного насилия? Вот такое впечатление. Дрались всегда, но никогда, естественно, это не выкладывали. Сейчас дерутся, что называется, под камеру, и вот это насилие демонстрируют, выкладывают в интернет, как будто бравируют, гордятся этим. Вот раньше такого не было. Ну, естественно, если мы вспомним нашу советскую юность, наше советское детство, дрались, дрались и компаниями, и дворами. Но, как правило, это все было до первой крови, не было никакого ожесточения. Вот. И потом, что называется, вместе и играли в футбол, и собирали металлоломы, сидели на уроках. Вот. Сейчас, безусловно, сам характер насилия и сам характер взаимоотношений в детских коллективах, он претерпел кардинальные изменения. Связано это со многими обстоятельствами, с изменением наших общественных отношений, с изменением самой идеологии нашего общества. Когда говорят, что у нас, дескать, нет идеологии, как это нет? Здравствуйте. Она, может быть, не артикулируется на официальном уровне, не закреплена в официальных документах, но она присутствует везде и всюду. В том числе и в школе, кстати. Идеология эгоцентризма, идеология индивидуализма, идеология личностного роста, отрицание коллективности и так далее. Конкуренция. Ну, конечно, конкуренция, да. Утопи ближнего, что называется. Плюс здесь надо иметь в виду, что, конечно, в отличие от советской эпохи, сейчас совершенно иной набор средств массовой информации, в прямом смысле этого слова. Вот. Особенно не подцензурные СМИ, интернет, Ютуб и так далее, и так далее. Плюс тут надо иметь в виду, что многое еще зависит от семьи. Вы посмотрите, как, например, те же папаши, особенно брутальные в кавычках, настраивают своих детей. Особенно мальчиков. А что ты? Да из-за чего? Покажи, кто здесь хозяин. Да папаши такие же. Ну, вот я вам об этом и говорю, понимаете? Вот. Поэтому это уже второе поколение, условно говоря, если так вот брать в социологическом срезе, второе поколение постсоветских школьников и студентов, что там греха таить, которые выращены вот в этой матрице, которые считают, что человека проще ударить, чем ему что-то аргументированно доказать. Вот. Проще показать свою физическую силу, чем интеллектуальную силу, чем убедить, например, своего оппонента в споре. А зачем я буду его убеждать? Что-то ему еще доказывать? И это, к сожалению, сейчас проросло буквально во все споры нашего общества. И потом дети зачастую ведь копируют взрослых. Вот. Во многих, так сказать. А у нас во взрослой среде то же самое происходит. Культ насилия, значит, постоянные психопатические истерики, которые закатывают там сосед соседу за то, что он его толкнул, условно говоря. Раньше я прошел, случайно толкнул человек, извинился, и мы разошлись. Сейчас сразу в ход пускаются кулаки. То есть надо самоутвердиться, надо доказать. Ну и дети все это видят. Елена Константиновна, а на ваш взгляд, что говорят психологи, почему качественно изменился характер насилия и отношение к этому насилию? Ну я говорю, дрались всегда. Но сейчас вот много стало роликов, когда кого-то бьют, снимают это на видео и выкладывают в интернет. Вот какая в этом радость совершенно непонятна для нормального человека? Сейчас же и взрослые точно так же поступают. Они все время снимают что-то про себя и выкладывают на компьютер или куда-то в соцсети. Поэтому, опять же, подростки подражают. И еще один такой момент, что подростковый возраст — это возраст, когда очень важно самоутверждение. То есть как раз для ребенка это важно. И если у него не получается это сделать конструктивным способом, он это делает деструктивно. То, что вы привели пример. И в разные эпохи просто девиации были разные. Когда-то это было... Знаете, как всегда бывает то, что запрещается в обществе. Когда-то курили, когда-то пили. Сейчас дерутся, выкладывают в социум, с полом, когда проблемы. Это тоже очень часто связано именно с самоутверждением. Поэтому это первый момент. Второй момент. Мы говорим про современное общество, где нагнетается концепция потребительства, с одной стороны. А с другой стороны, у подростков нет конструктивных способов этого достигнуть. Поэтому вот это тоже тот момент, который может приводить к такой реакции. И еще один момент, наверное, на который я обращу внимание. Это то, что у нас в последние годы идет оптимизация образовательных организаций. Вот, например, и приведу такую интересную статистику. Резкое сокращение числа образовательных организаций среднего профессионального образования пришлось на 13-14 годы. И вот в этом же 2013 году, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в Москве на 24% увеличилась подростковая преступность. При этом почти на 40% возросло количество совершаемых несовершеннолетними краж, грабежей и разбоев. И еще интересная тоже статистика университета прокуратуры. Что подавляющее большинство несовершеннолетних, совершивших правонарушения, имеет низкий уровень образования. Начальное или общее образование. 80%. И вот, например, профессиональное образование среднее только 2%. Вот такая статистика. И еще очень интересно, что на момент совершения преступления 25% несовершеннолетних нигде не учились. Вот так. Видите как. А если мы посмотрим, что творится с 2010 по 2020 годы, в реальном выражении расходы на среднее профессиональное образование снизились на 7,5%. Это статистика высшей школы экономики. Дальше. Последние годы растет количество студентов платной формы обучения. И не все же имеют возможность поступить. Поэтому вот это свободное время, которое ничем не заполнено, и плюс пример, который нам подают взрослые, приводит к тому, что мы имеем. Я когда работал директором школы, то я вынужден в силу своих профессионных ДФОА постоянно контактировать с детской комнатной милицией. И я видел, как шла деградация этого института. То есть, вот к моменту моего ухода из школы, фактически этот институт как таковой превратился в чистую формальность. Да? Они просто фиксируют. Конечно. Они вообще не занимались ни подростковой преступностью, ни профилактикой, самое главное. Понимаете? Ведь в чем была сила, например, советской системы? Потому что упор делался именно на профилактике. Не по хвостам били, а делали все, чтобы предупредить подобного рода правонарушения. А сейчас это стало нормой. И потом сейчас у многих директоров учебных заведений разного статуса и уровня, а это все естественным образом распространяется на коллектив, главная установка – не вмешиваться, не дай бог, что ты станешь участником какого-то события, за которое можешь пострадать. Ирина Георгиевна, а власти осознают масштабы проблемы? Вот я приведу такой пиковый пример. Не так давно тот очередной стрелок из Казани получил пожизненное лишение свободы. Он, напомню, убил 9 человек и 32 ранил. К сожалению, вот эти случаи, ужасные расстрелы, вот эти колумбайны, как их называют, они стали достаточно обыденными. Уже никого их особо не удивишь. Но люди поужасаются. Таких случаев стало много. И вот, например, вот этот приговор, как раз он по времени совпал с инициативой Министерства образования о том, что на 300 примерно учащихся должен быть один психолог. Как вам кажется, психологи эту проблему решат? Или должны быть какие-то психологи, там, знаете, на уровне оперативников? Я скажу, что они не решат эту проблему. Абсолютно точно. Точно так же, как не решает проблему помощник ректора по воспитанию. Понимаете, у нас подход исключительно формальный. Мы галочку поставили, и вроде как проблема сама рассосалась. Она не рассосется никогда, если мы не будем этот вопрос решать системно. Если по телевидению идут такие фильмы, дети смотрят, играют в такие-то игры, слушают такую-то агрессивную музыку и так далее. Вы говорите, нет, дети не смотрят вообще телевизор. Они просто ходят мимо, родители смотрят, бабушки с дедушками, а фоном идет это, и оно ложится на подкорку. Вы с этим ничего не сделаете. Сколько мы говорим о том, что мы должны, если мы что-то понимаем в этом, мы должны насытить всю и электронную среду, и кинематограф, и все прочее. Мы должны что-то сами делать. Но ведь мы только критикуем, но ничего не делаем. Вот это ведь тоже проблема. Ну, например, в каждой школе есть библиотека, в каждом районе есть библиотека. Почему мы не работаем с этими институтами? Есть самого разного состава клубы. И, между прочим, денег не требуют всякие разные мероприятия. Дети любят сами что-то делать. Не то, что вышла тетенька и чего-то умное им сказала. Да, боже мой, плебали они на эту тетеньку. А если они вместе, сами делают... Вот это то, что Евгений Юрьевич сказал, коллектив должен быть. И вот вроде благое дело, разговоры о важном. Во-первых, я уже говорила, что не терплю слово «разговоры». Ну, поболтали и разошлись. Должен быть какой-то результат. Всякий молодой человек хочет, чтобы его результат был. И чтобы люди как-то оценили этот результат. И мы можем это делать. Правда ведь? Значит, давайте организуемся в этом. И то, что делается разговоры о важном. Но почему не провести экспертизу сейчас? Почему не предложить какие-то новые формы? Или давно забытые советские формы? Потому что, мне кажется, мы можем работать, но мы не используем этот ресурс и на 5%. Слушайте, я прошу прощения. Я когда работал директором школы в начале 2000-х годов, в Москве по указанию Департамента образования уже была попытка внедрить во все школы психологическую службу. Нам даже специально дали, в зависимости от количества учащихся, энное количество ставок. Кому-то одну, две, три и так далее. И эта затея провалилась. Это была чистой воды компанишена. На самом деле все психологи разные. Я в школу пришла в 1997 году и построила психологическую службу, которая до сих пор работает. Ко мне ходили и учителя, и дети, и родители. То есть поэтому я с вами, наверное, здесь не могу согласиться. Более того, что сегодня, вот мы говорим, что дети бывают там разные, да. Замечательная молодежь. Я вам хочу сказать, что вот только в это воскресенье провели психологический фестиваль, на котором было много, и молодежи в том числе, которая активно сама принимала участие. Поэтому вот здесь я, наверное, скажу, как. Если формально сам директор относится к психологической службе, то так у него и получается. Если я не очень-то хотела, но директор меня приглашал на все свои совещания. А вот, ну, конкретный вопрос прямо. А вы можете уследить, если вот у вас, видите, в школе какой-то мальчик там или девочка пошли куда-то не туда, чем-то странным интересуются, какие-то странные посты пишут, как-то себя странно ведут. Можете вот за этим уследить? Вот смотрите, можно я скажу, что никто не должен следить за этим. Вот я согласна с коллегой с тем, что нужно создавать условия, чтобы дети были, ну, заняты, чтобы они научились конструктивно общаться, чтобы они могли понять себя и понять свои ценности. Вот чем я занималась в школе. Вот. А следить это совсем не функция психолога. Вы сейчас говорите о том, что вы создали психологическую службу в школе. Мы-то говорим не об одной конкретной школе. Спасибо вам большое. А мы говорим, в принципе, о системе. Что саму эту систему внедрить в нашу среднюю школу невозможно. Это будет очередная профанация. И про директоров вы правильно сказали. Потому что подавляющее большинство директоров сами не заинтересованы в создании полноценной психологической службы. По разным причинам. Я сейчас не буду это комментировать. Что называется, проблему осветили. Теперь перейдем к следующей. Хотя она тоже связана, Герман Анатольевич. Действительно, предложения разные выдвигаются. Вот сейчас, например, есть предложение допустить к работе с детьми, скажем, ветеранов нашей специальной военной операции. В том числе участников ЧВК. Мы относимся к ним с огромным уважением. Но являются ли они все профессиональными педагогами? Являются ли они профессиональными психологами? Могут ли работать с детьми? Вот из крайности в крайность. Был период, когда даже ветеранов Великой Отечественной войны неохотно допускали в школу под предлогом деполитизации. Теперь другая крайность. Вот где нам найти такой баланс? Кого лучше допускать детям? Кого, может быть, лучше подождать? С началом специальной военной операции стало очевидно, что проблема особенно патриотического воспитания у нас практически не решалась. Я напомню, что мы в 90-е годы, в начале 2000-х работали по законам образования, из которых с образовательных учреждений вообще была снята функция воспитывающая. Это при всем том, что любой педагог априори знает о том, что процесс образования есть синтез двух составляющих. Это обучение и воспитание. Даже если вы такую задачу не ставите, вы все равно воспитываете, чуть лише воспитываете даже тем, как он выглядит, как он говорит и так далее. Но, подчеркиваю, эта задача была снята. И вот в контексте нашего разговора сегодня проблема-то, она становится, в общем-то, очевидным. Дело в том, что мы все пытаемся решить эту глобальную, национальную, я бы сказал, проблему. Ведь речь идет о том, что мы потеряли механизмы передачи общественно-исторического опыта от одного поколения к другому. У нас образуются дистанции, когда мы до друга вообще не понимаем. Мы в разных культурных полях, мы в разных гражданских плоскостях находимся совершенно, и не с ним взаимодействуем. И когда мы пытаемся решить эту проблему за счет исключительно, скажем, апелляции к семье, к институту семьи, то сразу ставят вопрос, а что с семьей у нас происходит? Или за счет школы, то мы забываем, что в обществе все неразрывно связано между собой. Вот почему эффективно решались проблемы воспитания в советский период? По одной простой причине. А потому что социокультурная среда цели и задачи образования поддерживала. И не было противоречия. И каждый социальный институт, он выполнял воспитывающую функцию и согласованно. И вы не могли пройти по улице вот в те годы советские с сигаретой в руке или с банкой пива до первопрохожего. Все источники информации, которые были, это были, ну скажем, там радио, телевидение, ну это эталоны, скажем, русской лексики и русского языка. Большевики издали всю классическую литературу, причем как зарубежную, так и отечественную. И это все, подчеркиваю, выполняло эту функцию. А вот я вспоминаю один из ученых советов в начале 2000-х годов, который у нас проходил в университете, мы как раз ставили вопрос, что делать с воспитанием. И мы опирались на данные тогда Мариам Безруковой, академик РАО, которая дала нам такую статистику, что у нас 90% детей дошкольного и школьного возраста нуждаются в корректировке либо психического, либо физического развития. Вот тут, как мы дошли без войны, без эпидемии чумы, что у нас 90% детей нуждаются в коррекции. А доклад академика РАО еще одного Муфины состоял в том, что в этих условиях агрессивного воздействия социокультурной среды мы не можем принимать в ведущем педагогическом университете страны программу воспитания, мы можем принимать только программу коррекции негативного воздействия, по сути, общества. Вот это реальность. И если мы сейчас будем опять-таки пытаться решить эту проблему вот такими как бы «а давайте вот это, давайте вот то» сделаем без системного решения вопросов, без постановки фундаментального вопроса. Вот, кстати, продолжая эту дискуссию, психологи, грамотные, неграмотные, мне кажется, что проблема-то стоит не в том, что мы как бы у нас психологи не подготовлены, а в том, что у нас вообще возникла потребность решать проблемы воспитания детей с психологами. Это как? Это уже диагноз. То есть мы должны... У нас реальность такова, что в любом случае нужно уже специальное профессиональное воздействие, чтобы огранить и помочь нашим детям. А что касается вот специальной военной операции там участников, ну, есть был опыт советский, кстати, мы привлекали ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь нужно очень адресно подходить, конечно. Там понятно, что люди... Более того, кстати, вот тоже непрофессионализм этого предложения, в том числе состоит в том, что люди, вернувшиеся оттуда, это люди... Вот им-то нужны психологи. Потому что это искалеченная психика. И допускать их детям нужно только после специального совершенно, ну, я не знаю, каких-то контрольных функций. Если психологов, не обойтись. Как и ветераны войны, кстати, приходили же не все. Ну, конечно. Какой из этого вывода вкратце, а то нам надо сделать перерыв. Вывод очень простой. Проблема воспитания подрастающих поколений нуждается в системных подходах. Мы должны менять социокультурную среду и комплексно воздействовать. Эта проблема не решается. Отдельным образовательным учреждением. Либо всей системой образования. Не решается семьей и так далее. Это решается обществом. Это важнейшая социальная функция, делающая нас с людьми. Воспитание подрастающего поколения. Она сейчас, увы, не работает. Не мы с вами определяем, какими растут наши дети. Какие они гражданы. Какой страны. Какой культуры, я бы даже сказал. Даже, увы, мы это не определяем. Евгений Юрьевич, как раз о комплексном подходе. Государство, очевидно, ищет новые формы. Как оно это делает, это другой вопрос. Вот недавно организовали молодежное движение под названием «Движение первых». Мы говорили, название убогое, никакое. Никого оно ни к чему не подвигает. И президент говорит, что хорошо бы вернуться к старому советскому названию «Пионеры». Но оно не должно нести никакой идеологической нагрузки. Тогда зачем оно вообще нужно? В этом-то весь смысл, собственно говоря. Если нет никакой идеологической нагрузки, то будет очередная компания по распилу бюджетных средств. Ну, естественно. Дело в том, что у нас, например, «Пионерия», она возникла по форме, как скаутское движение. И сама Крупская была не против самой этой формы. Но при этом она особо подчеркивала, что в данном случае важна не форма, например, тот же галстук. Там у скаутов он был зеленый, а у нас стал он красный. А содержание. Ведь суть, например, пионерской комсомольской организации в школе и в институте, они как раз и были наполнены содержанием. Да, последний там Горбачевский период и там началась эта ржа, которая разъедала содержательную сторону вот этого пионерского и комсомольского движения. Но весь период советской власти там действительно проходила важнейшая социокультурная, вот как абсолютно правильно сказал Герман Анатольевич, работа по культурному воспитанию, по идейному воспитанию, по правилам поведения в обществе и так далее, и так далее. Вот по поводу социокультурной вообще ситуации в нашей стране. Вы посмотрите, какое количество было детских фильмов, которые воспитывали, которые обучали, образовывали и так далее. Причем качественных и затратных, это я помню. Так я вам хочу сказать, что советское государство тратило колоссальные деньги, отдельно деньги, на художественные фильмы для детей и юношества. Но далеко ходить не надо. Киностудия Горького была создана именно для этого. Мы все воспитывались на фильмах Роу, Птушко, ну и далее по списку. Тот же Грамматиков, тот же Быков и другие замечательные детские кинорежиссеры. Потом, какая была блестящая литература. Причем, заметьте, дети сами читали, а сейчас этой потребности нет у детей. Вот абсолютно правильно сказала. Их надо порой из-под палки. Они должны взять даже какую-то интересную книгу. Я уж не говорю то, что им в школе задали, а вообще интересную книгу. А ведь этот вкус воспитывается в том числе и в семье. Тут и учитель должен играть определяющую роль. Он должен направлять, он должен выступать как просвещенец. Но у нас ничего этого нет. А по поводу этого движения первых, вторых, 24-х и 40-х, я вам хочу сказать, что это очередное, как вы правильно выразили, бла-бла-бла, для распила бабла. Можно это назвать как угодно. Толку от этого не будет. Ирина Георгиевна, вот мы говорим в программах наших о том, что воспитание и образование, они должны быть неразрывными. Ну, про образование мы в следующих программах поговорим. А вот воспитание. Сейчас говорят, возмущаются в том числе и наши власти. Вот кто-то пошел добровольцем на фронт, это здорово, за родину. А кто-то в большом количестве побежал в Верхний Ларс. Так вы сами их такими воспитали. Вы им 30 лет вкладывали, что кроме их личности вообще в мире не существует ничего. Вот как реформировать школу, чтобы люди действительно, детей воспитывать в том направлении, что кроме них есть еще множество других понятий, там, родина, патриотизм и прочее. Вы знаете, это надо воспитывать хороших учителей истории и хороших учителей русского языка и литературы. Я думаю, я просто уверена, что хороший учитель истории и русского языка и литературы воспитает лучше, чем представленный мальчик, девочка, тетенька, дяденька. Прошу прощения, если хорошего учителя заставят детям Солженицына преподавать, то он, наверное, ничего хорошего не будет. Хороший учитель всегда найдет способ правильно преподавать. Вы знаете, вот тут о чем я скажу. Ведь Солженицын был введен лет 10 назад в школу. Больше уже. И я вам скажу, а не изучался. Прямо-то надо сказать, что кроме этого Матрёнина двора мы читали. Да вы читать невозможно, но это на мой вкус. Мы читали, слава богу. Точно. Я почему об этом сказала? Потому что это в 11 класс, ты в это вставляешь. Вы знаете, сколько там литературы? Какие там тома стоят, и все уже идут учиться по тому предмету, который издает на ЕГЭ? Они не читают вообще ничего. Спасибо. Поэтому Матрёнин двор, ну я все-таки с Юрием Ивановичем, моим автором учебника для 8 класса, и мы брали. Вот идет Матрёнин двор, рядом идет судьба человека Шолохова, и вот идет русский характер Алексея Толстого. И я задаю вопрос в учебнике. Скажите, пожалуйста, как относится автор к своим героям? Как вы считаете, это похоже, это нет? Почему? И дети делают вывод, какой нужно делать вывод об этом. Поэтому действительно, это можно сделать. Елена Константиновна, а вот чем советский пионер психологически отличался от нынешнего школьника? Я помню, помню, я сам был пионер и комсомолец, мы были гораздо более психологически устойчивы, были гораздо добрее. Ну, вот, может быть, потому что государство больше денег наскладывало и больше усилий. Вы знаете, смотря что понимать под психологической устойчивостью. Понимаете? Потому что, если мы говорим, сравним социальные ситуации развития, в которых живут современные подростки и подростки из Советского Союза, это вообще разные социальные ситуации. И вот говорили про пионерию. Ведь, в принципе, государство СССР строило общественное благо, коммунизм, с идеологией, которая была отражена в Моральном кодексе строителя коммунизма. Вот это уже был документ, куда мы идем. Было все понятно подросткам того времени. И вот эти духовно-нравственные и общественные ценности, они формировались ведь, ну, как уже было сказано, при помощи образования, книг, фильмов, передач, включения в соответствующую деятельность. Дети росли в стабильности, с ощущением долговременной временной перспективы, в доброжелательной и поддерживающей среде. Такое же поведение они проявляли и сами. Понимаете, ну вот если мы скажем, что если вот этих пионеров, которые выросли в той среде, и отправить в 90-е годы, как, кстати, и произошло, между прочим, и я не могу сказать, что они очень-то были психологически устойчивы, и что мы не потеряли то поколение, кстати. Это было поколение моего брата, которые как раз оказались-то не очень-то психологически устойчивы, как показала практика. А вот теперь давайте посмотрим, что сегодня происходит. Современные подростки живут в обществе, переживающем ценностную катастрофу раз, в обществе двойных стандартов, в ситуации постоянного кризиса и стресса, в отсутствии долговременной временной перспективы, в ситуации постоянного оценивания в школе и образовательного ненужного перегруза. То есть сейчас всю программу попереломали. Тотальные лжи. Все точно, да. Да, 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 Анастасия Ивановна. И смотри, что происходит. А здесь я могу с вами немножко очень интересно, что молодые люди, которые растут в гармоничных семьях, ну и как я специалист, который работает, знаю, родители которых смогли дать своим детям безусловное принятие и любовь, поддержку, духовно-нравственную основу, они закаляются и становятся очень сильными. Говорят, что в слабые времена рождаются сильные люди, которые делают сильные времена. Поэтому институт семьи, вот сейчас приводили пример замечательный про учителя, то же самое и настоящая мама, папа делают. Они говорят, да посмотри на это, посмотри на это, посмотри на нашу семью, посмотри на меня. Ты как считаешь, как нужно. И они помогают ребенку стать сильным. Это вот то, что происходит. Либо это семья, либо замечательный учитель, то есть значимый взрослый. Ну либо, опять же, мы говорим дополнительное образование, где тоже может быть этот человек. Либо подростки из авторитарных или либерально-попустительских семей, находясь в ситуации агрессии, с одной стороны макросреды, с другой ситуацией микросреды, становятся психологически неустойчивыми, уходят в депрессии, панические атаки, фобии, виртуальную реальность, самоповреждения, деструктивное девиантное поведение. Поэтому, вот понимаете, вот от этого зависит. Герман Анатольевич, а давайте немножко теперь переключимся на высшее образование. Вот мы с таким пафосом сейчас отказываемся от баллонской системы, это абсолютно правильно. И в результате, вот что вводится, базовое или основное высшее образование, специализированное высшее образование. Я, честно говоря, вот знаете, мне картинки сразу представились, найдите 10 отличий. Вот именно. А в чем, собственно, разница? Вот мы отказались. Вот это же самое будем называть не баллонская система, а какая-нибудь своя патриотическая система. Почему нельзя вернуться к проверенной советской системе образования? Как историк, размышляя над такими глобальными вопросами, прихожу к выводу о том, что одна из существенных проблем наших исторических, что состоит в том, что мы из предшествующего опыта берем все самое худшее, отказываясь от лучшего. В том числе это связано со системой образования. Но вот когда в 2003 году мы вводили баллонскую систему, конечно, высшую школу ломали просто через спину буквально. И, скажем, для педагогического образования это была существенная очень проблема, потому что мы, например, не понимали, кто такой бакалавр. Вот специалист пятеретний, это учитель предмета конкретного, ему пять лет готовили. Почему? Это очень сложная подготовка, потому что она включала в себя два, по сути дела, профессиональных профиля. Потому что у него была квалификация учитель, то есть педагог, и за этим стояла система психолога-педагогики. Он был учитель конкретного предмета. Здесь стояла фундаментальная наука, определяющая содержание этой предметной области. Там физика, история и так далее. Это была сложная двойная квалификация. А вот бакалавр за четыре года это кто? И мы тогда думали, может быть, допустим, запустим бакалавр на основную школу с первого по девятый класс. Допустим, он еще разрабатывал с модель профильного образования. Магистр, допустим, на профильную школу и так далее. Но, слава богу, нам удалось решить. Мы отстояли тогда идею профессионального сообщества, и ректор тогда Виктор Ильич Матросов, вот идею пятилетнего бакалавра по сдвоенным предметам, там учитель, допустим, русского языка и литературы, учитель истории, общества знаний и так далее. И в этом смысле нам удалось сохранить. В других отраслях там все было очень сложно, как они приспосабливались к этой системе. Но, все-таки с 2003 года прошло определенное время, и высшая школа, надо отдать ей должное, так или иначе сумела адаптироваться. И все негативные, и даже где-то нашли. Я знаю, что инженеры, например, некоторые инженерные специальности, им как раз был нужен бакалавр, и они нашли и выстроили эту систему. Вот сейчас, когда очевидно, что балонская система, она в принципе не достигла своих целей. Не только у нас. Во всем мире ни одна задача, которая ставилась в рамках балонского процесса, в мировом, ну, в европейском образовательном пространстве не была достигнута. Но, понятно, что ее нужно модернизировать. Но, ведь, понимаете, в чем дело? Послание, кстати, к федеральному собранию, президент, в общем-то, говорил правильные вещи. Давайте сочетать разные модели. Давайте возвращать специалиста. Там, где он вас требует, нужно продумать это. Давайте оставим бакалавра. Ну, там есть некоторые направления подготовки, где он нужен. Давайте оставим. Давайте будем сочетать многовариативность подготовки высшего образования, дополнять друг друга. Но уже сложилась система. В конечном итоге, вот мы, когда в реформировании важно даже из негативного опыта брать то, что может так или иначе, ну, по крайней мере, на переходный период обеспечить, облегчить саму сложность этого процесса, когда мы качественно что-то меняем. Евгений Юрьевич, к первому сентября нам обещают новый учебник истории, в котором будет раздел о специальной военной операции и большой блок, посвященный событиям после 1991 года. Вот что вы ждете от этого учебника, что бы вы хотели видеть и какой он, на ваш взгляд, все-таки получится? Ну, я ничего не жду от этого учебника, честно говоря, знаю, кто будет автором этого учебника. Особенно то, что касается истории 20 века. Понимаете, у нас не написано еще настоящей научной исторической литературы по событиям постсоветской России. То есть, у нас нет научных трудов по истории Ельцинской России, по истории Путинской России, а уж тем более СВО. Как мы можем создавать школьный курс истории по этому периоду, не имея научной базы и основы? Вот вы мне скажите. Я категорический противник того, чтобы в школьном курсе истории, я вот это хочу особо подчеркнуть, в школьном курсе истории, значит, был освещен этот период. Именно поэтому. Потому что нет еще научной базы, то есть монографии коллективных трудов, написанных профессиональными историками не по каким-то сплетням, сказкам, газетным статьям и фильетонам, а на основании документов. Нам говорят, что вот, дескать, дети, которые живут в современной России, должны знать, иметь представление, что такое Россия с точки зрения политического устройства, национально-государственного устройства, ну и так далее, и так далее. Слушайте, у вас для этого есть курс обществоведения. Уберите оттуда финансовую грамотность, уберите прочую всякую хреновину, я прошу прощения за непарламентское будущее. И там, пожалуйста, осветите вопрос о том, что есть наша конституция, что такое институт президентства, кто у нас был президентом, когда и почему, что такое парламент, правительство. И вот вы тогда убьете двух зайцев, что называется. И волки сыты, и овцы целы. А притворять учебник истории в пропагандистскую мешанину, это вот как раз не воспитывать патриотов, а воспитывать людей, которые через этот учебник просто могут возненавидеть отечественную историю. Вот и все. Ну, что ж, Евгений Юрьевич, спасибо вам за участие в нашей программе и ждем вас снова. Спасибо большое, всего доброго. Дорогие друзья, я предлагаю вам познакомиться с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. И вот такой вопрос поставили. Кто в наши дни воспитывает российскую молодежь? Семья, так считает, 8%, школа 5%, СМИ и социальные сети 40%, социально-экономическая действительность 47%. То есть вот соцсети и социально-экономическая действительность почти что поровну. Юлия Георгиевна, я как марксист с этим не соглашусь. А вы как бы могли прокомментировать вот эти результаты? Я скажу, что тоже я с этим категорически не согласна, но ведь, видите, люди проголосовали так. Я скажу, что, видимо, здесь вот какая вещь. Когда вообще говорят об образовании, то на образование смотрят и все проблемы решают не люди, занятые содержанием, не люди, понимающие в системности, а экономисты. Почему у нас такое отношение вообще к сфере образования в экономике? На самом деле, конечно, это оказывается решающим, потому что у нас давным-давно начали сокращать ставки в УЗИ, и каждый год идет сокращение. И все время нагрузка оказывается более сильной. Если это описали и отвечали взрослые, они понимают, в каких обстоятельствах находится учитель и преподаватель высшей школы. С другой стороны, я, конечно, не согласна, что только 5% школа отвечает за это. Наверное, она хотела бы не отвечать, но поневоле и предметное обучение, и пребывание в школе оказывают очень серьезное влияние. Мы, может, просто недооцениваем. Я знаете, почему, как марксист не согласился? Мне кажется, что социально-экономическая действительность, она определяет и содержание семьи, и школы, и уж тем более СМИ, и социальных сетей. Да, абсолютно точно. Это базис, что называется такой. Но я скажу, что поскольку нынче такое засилие всего интерактивного и настрой общий на искусственный интеллект, на то, чтобы обучать в сетях и где-то в каких-то платформах, конечно, это засилие минимизирует роль учителя и роль вот этой живой среды. Я считаю, это просто преступление. Мы должны это понять, что мы совершаем преступление над личностью подрастающего поколения, потому что искусственный интеллект это то, что в него заложили. Он не сам по себе. И те инструкции, которые сейчас закладываются, они закладываются не для нас с вами. И кроме того, вы знаете, сейчас тенденция такая, что какой-то большой процент должен быть молодых ученых до 39 лет. Тогда ты можешь в УЗ или может получить проект какой-то для разработки. Я сижу и думаю. Вот этому мальчику или девочке было 9 лет или ему вообще он еще тогда не родился. И он из своего собственного опыта, который получен по американским лекалам, он будет определять все. Елена Константиновна, а вам не кажется, что современные дети и вообще молодые люди, они оказались в очень трудной ситуации. Их воспитывали как эгоистов, как профессиональных квалифицированных потребителей. И вдруг теперь вот эти же люди, вот эти же люди, которые внушали прямо противоположные ценности, теперь требуют от них жертвенности, мобилизации, готовности отдать жизнь за родину, что, собственно, правильно с точки зрения государственной политики. Но вот такие кульбиты на жизни одного поколения, это очень сложно. Ну, подростки, я скажу так, что подростки вообще по определению находятся в двойственной ситуации. Ситуация между взрослостью и детством. Поэтому, наверное, им не привыкать уже к двойным стандартам, с одной стороны. С другой стороны, сказать, что наше поколение вот таким, каким мы его рисуем, я бы, наверное, не согласилась. Все-таки я 25 лет, у меня психолого-педагогического опыта. И я вам хочу сказать, молодежь замечательная. И была и сейчас, в большинстве своем. Но мне, во всяком случае, не встречается молодежь, которая стреляет и так далее. Знаете, я хочу сказать, что вот сегодня говорили о том, что учителя убегают и не дают поддержку своим детям, школьникам. Я вообще считаю, что это не профессионализм. Вот когда мы готовим учителя, ведь как подготовка учителя совершается, что он должен быть лидером, который мотивирует. И учитель, который убегает из класса, когда там конфликт, это не профессионализм, на мой взгляд. Поэтому я соглашусь с коллегой, что психологическая подготовка является важнейшей для учителя. И когда мы обращаемся к психологу, это тогда уже когда для коррекции, ну или для профилактики. А вот то, что у нас действительно ушла, ну я еще дополню, не только воспитательная и развивающая функция из школы. Это как такое может быть? Хотя с другой стороны, почему у нас дети все равно растут замечательные? Потому что она ушла, скажем так, из законов. А на самом деле, когда мы с вами готовим педагогов, я готовила 20 лет педагогов, то мы обучали, вот эти три задачи ставили. Третья цель – обучающая, развивающая и воспитательная. И мы учили все равно, как можно в своем предмете эту функцию выполнять. Вообще в любом уроке до сих пор, в любом конспекте учитель эти три задачи ставит. Поэтому дети получились у нас все равно хорошие. Герман Анатольевич, ну заключительный вопрос вам, просьба отвечать прям совсем кратко. Можно ли вырастить поколение патриотичным, грамотным, преданным своей стране и вообще хорошим во всех отношениях, не меняя социально-экономическую систему? Очевидно, что если самый существенный фактор воздействия в процессе нашей передачи, мы пришли к этому году, это социокультурная среда, то социокультурная среда безусловно, она в первую очередь определяется в сфере социально-экономических отношений. И не задрагивая эту сферу, поменять что-либо мы не можем. И вот правильно то, что сегодня мы приняли традиционные российские ценности на заказательном уровне. То есть мы провозгласили, что наши ценности не западные. Другой вопрос, а что такое западные ценности? И как ни крути, ответ очевиден. Западные ценности основаны на либеральной модели мышления и методологии. То есть частная собственность в экономике и современная буржуазная демократия в политике. Если у нас есть традиционные ценности, не западные, это означает, что у нас ценности отличные от частной собственности в экономике и от той буржуазной формы демократии, которая там есть. То есть буржуазная демократия имеется в виду демократия формальная, участие гражданского общества реально руководят обществом те центры силы, которые там действуют. Там финансовый капитал, неважно что. Но при этом, если мы почитаем сам документ, то мы увидим, что на самом деле те самые традиционные буржуазные ценности, они там и прописаны, только названы в числе прочих традиционных и патриотических. Вот это фундаментальное противоречие, когда мы пытаемся, как бы вот не затрагивая содержание социальных процессов, как бы чуть-чуть воздействуя на формы, те или иные проявления, да вот замаскировать. Ну как знаете, как мы в Золеево замаскировали 9 мая, вот такую ширмочку сделали, сделаем сейчас другую ширмочку. И вроде бы вот как бы вот это существенная проблема, основная проблема и до тех пор, пока мы будем пытаться вот воздействовать на форму, не затрагивая содержательных аспектов, качественных аспектов. Увы, ни одна из реформ, в том числе в области образования и воспитания, не достигнет своего, не достигнет положительного результата. Леон Фихтвангер после своих поездок в Советский Союз отмечал, что власти вложили все усилия воспитания молодого поколения. И это имело самую серьезную отдачу. Благодаря этому мы победили в Великой Отечественной войне. А с вами была программа «Точка зрения», я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok